Спортивные площадки под контролем общественности. Городские ТОСы выступили с инициативой самостоятельно следить за чистотой и состоянием хоккейных кортов во дворах, а также проводить на них необходимый текущий ремонт. Подробнее расскажет Егор Канавин. Коля, бери воду! Я кого! А ты береги, Мишу! Составы команд определены, теперь можно приступать к снежному сражению. Своих бойцов ведет в атаку капитан Саша Чубриков. Все это ученики хоккейного класса школы номер 30. Обычно команда тренируется в ледовом дворце, но когда на этом дворовом корте зальют лед, ребята и здесь будут проводить дни напролет. Я буду с ребятами ходить сюда, заниматься спортом, тренироваться в свободное время, после школы. Всего в муниципальной собственности около 20 подобных дворовых площадок. На 11 из них в этом году будет залит лед. Это произойдет, как только определится подрядчик. В настоящее время объявлен аукцион по заливке и содержанию хоккейного корта. И в том числе еще по 11 хоккейным кортам по городу. После того, как определится участник, будет заключен муниципальный контракт. А вот следить за состоянием и чистотой площадок вызвались городские ТОСы. Совместно с Центром по работе с населением активисты возьмут под свое крыло корты в разных частях города. Одними из первых с подобной инициативой выступили представители ТОС Ленинградский. Ведь это возможность помочь детям вести здоровый и активный образ жизни. Я еще сам помню, с детства здесь катались раньше, всегда в хоккей играли. Но сейчас привести в нормальное состояние. С нашей стороны ТОС Ленинградский можем поддерживать только если порядок. Контролировать, чтобы дощечки никто не воровал здесь, не ломал. Ну, снег убирать. ТОСы активно решают свои социально значимые вопросы не только в коммунальной сфере, но и в культурном развитии, спортивном развитии детей. И в этом активно им помогают Центры по работе с населением, содействуем и помогаем организовать работу комитетов. Это решение вологодских ТОСов еще один шаг к тому, чтобы сделать занятия спортом доступными всем и каждому. Уже сейчас спортом постоянно занимается каждый третий вологжанин, и их количество увеличивается с каждым годом. Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологда Портал.